На встречу поехали, и он как раз там на встречу выезжает. Потому что, когда машина едет быстро, ее сразу видно, что неадекватный человек себя ведет. Это похоже на сводку боевых действий. В 2008 году в России погибло 2383 человека. Ранено 20 тысяч. Это цифра статистики ГИБДД. Волитровый. Че, а лошади видят? Чем ты меня трогаешь? Ребята, вы че, блин? Все те, кто виноват в этих трагедиях, не закоренелые бандиты. Не сумасшедшие маньяки, не злостные рецидивисты. Они обычные люди, которые сели за руль, выпив перед этим 100-200 граммов водки. И стали убийцами на дорогах. Эта трагедия потрясла всю Чувашию. Ни на оживленной трассе, ни на скоростной магистрали. На проселочной дороге 12 сентября 2007 года Зил врезался в Волгу. В легковой погибло двое человек. Пятеро детей остались без отца. Беременную женщину врачи спасли буквально чудом. Пьяный водитель грузовика не получил ни царапины. Четвертый месяц материальности. Через пять месяцев Филисия родилась. Сегодня как раз год, год и три месяца, как папа не стал у нас. Бабушка там же скончалась, это на месте. 17 сентября это было. А папа мочешь. Вечером 12 сентября Василий Ефимов едет в соседнюю деревню забрать свою семью с дня рождения тещи. В его Волгу сели пятеро его маленьких детей, беременная жена Лариса и мама Лидия Евгеньевна. До дома в поселке Шимурша ехать было недолго, километров пять по пустой дороге. Кто мог предположить, что всего через несколько минут на эту самую дорогу, на встречку, на бешеной скорости выскочит шеститонный Зил. Его водитель Юрий Захаров работал в местном кооперативе «Строитель». 12 сентября после смены он заехал к родственникам. Там выпивали, налили и ему. Юрий решил, что от 100 граммов водки ничего не случится. Выпил и снова сел за руль. Выпил и пришел, но не пьяный был. Что пьяница никогда не был. Никогда он не был. Никогда. Человек профессиональный. Авария произошла на этом самом месте. Грузовой автомобиль шел с той стороны, а легковой автомобиль с той стороны. И вот потом, как выяснилось, в последующем, левая фара вот этого автомобиля грузового, она не работала. И может быть даже водитель легкового автомобиля не заметил этого. В момент аварии, помню, что вот какая-то чернота на нас наезжает. Вот едем, едем. Ослепил. Вот именно что. Я думала, мотоцикл едет впереди. Потому что фара болталась. Вот так прям болтается. И на дальнем свете, и посередине дороги. От машины Василия Ефимова практически ничего не осталось. Легковой автомобиль был настолько деформирован. Чуть ли он пополам, чуть ли не разорвало. И потом еще помню, когда в скорую сели, вот так вот Миша напротив меня сидел. Вася на носилках лежал. Остальных не помню. Я у Васи спрашиваю. Вася, а ты-то как? Не переживай, Лариса. У меня все нормально. И я больше его и не видела, и не помню, и не разговаривала. Я даже с ним попрощаться не смогла. Всю ночь в больнице Лариса не сомкнула глаз. Она не чувствовала боли, только тревогу. Что с мужем? Что с детьми? Что станет с будущим ребенком? Наступило утро. Через каждые полчаса в больнице часы били. Смотрю, сошли трое человек. Сошли и на меня смотрят. Я уже в ожидании чего-то. И мне тетя Люся говорит. А ты же на моего дворяного брата. Лариса на меня не обижайся, говорит. Я говорю, что случилось? Ну, кто-то же должен сказать. Вася умрёт. Свой кровь Ларисы Лидии Евгеньевны скончалась на месте. В машине она сидела на заднем сидении за спиной сына. У неё на руках был полуторагодовалый внук Коля. А рядом ещё четверо детей. Как они выжили в такой страшной аварии, удивляются даже врачи. Это мама. Это папа. Полгода дети провели в больнице. У всех пятерых было сотрясение мозга. Беременную Ларису врачи не отпустили даже на похороны мужа и свекрови. Она лежала на сохранении. 18 февраля 2008 года на свет появился Елисей. Самый маленький участник страшной аварии. Его отец и бабушка погибли за 5 месяцев до его рождения. Так, вес 9 килограмм, рост 76 сантиметров. Так, 10 месяцев. Вес, рост соответствует возрасту. То есть физическое развитие у нас нормальное. Так как ребёнок начал уже ходить в 10 месяцев и говорит кое-какие слова для 10-месячного ребёнка, нервно-психическое развитие тоже соответствует. Эти медицинские осмотры дети Ларисы Ефимовой вынуждены проходить раз в месяц. Сегодня очередь Елисея и Кости. После аварии у Кости была сломана скула, пробита голова. Шрамы на его лице не зажили до сих пор. Сейчас у тебя что-нибудь болит? Нет. Голова не болит? Ничего не болит? Всё хорошо? А после уроков, после занятий в садике ничего не болит? У Ангелина, кроме ушиба головного мозга, был ещё и сложный перелом бедра. Прыгать и бегать, как прежде, девочка стала совсем недавно. У неё вот отсюда вот корсет весь был, вот так вот, отталили. У тебя которая ножка болела, дочь? Левая, что ли? Или забыла? Левая. Или правая? Наверное, у тебя правая болела, дочь. Саша в этом году стал первоклассником. Физически мальчик почти не пострадал. Но первые полгода после аварии он боялся смотреть на дорогу даже из окна дома. Ну, Саша, он старается, на уроках сидит внимательно, слушает. Он любит, ну, у него больше вот письмо получается, по трудам у него. И он любит очень физкультуру. Бывало вначале он плакал, что больно, а сейчас немножко, наверное, всё равно сказалось. Он немного вот может нервничать. Водителя ЗИЛа Юрия Захарова суд признал виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы. И ещё на 3 года его лишили водительских прав. Но с момента аварии и до оглашения приговора, ещё целых полгода Захаров продолжал работать водителем. Вот это, говорю, мне было очень тяжело видеть, что этот же человек ездит до сих пор за рулём. Когда я с больным ребёнком в больницу захожу, именно в воротах мне приходилось сталкиваться. Как будто договаривались. При рассмотрении данного дела было установлено ряд смягчающихся обстоятельств. Это то, что после данного дорожно-транспортного происшествия сам осужденный оказывал помощь пострадавшим, потерпевшим. Он полностью свою вину признал. И, ну, раскаялся, можно сказать. В день трагедии в кабине ЗИЛа находился ещё один человек. Александр Мердеев. Он сидел на месте пассажира. На суде он проходил в качестве свидетеля. Мердеев тоже не пострадал, как и Захаров. И поэтому до сих пор считает, что алкоголь водителю не помеха. Видимо, двое погибших в этой страшной аварии для Мердеева ещё не причина не пить за рулём. Если там мужик лупит, там, 100 грамм водки за день, это ничего не значит. Там, наверное, не теряется уж никакой. Эти кадры мы сняли в посёлке Шамурша случайно. Инспекторы ГИБДД задержали очередного пьяного за рулём. Местные жители, к сожалению, не видят в этом ничего страшного. Обычное дело, в результате которого гибнут люди, и дети остаются сиротами. Чем пьяный ездит? Я сам пьяный ездил сколько раз. А задавец, что будет? Ходишь, тюрьма, здесь нет, хатерга. А эта авария произошла на наших глазах, рядом с постом ГИБДД. Волга съехала с трассы и врезалась в «Жигулю». От медицинского освидетельствования оба водителя отказались. С компанией «Строитель», в которой работал Захаров, суд взыскал в пользу семьи Ефимова 604 тысячи рублей. Кажется, что это большие деньги. Но это всё, что теперь есть у мамы на шестерых детей. До того, как они вырастут. Если поделить, то получается даже на самого старшего меньше тысячи рублей в месяц. А сама Лариса пока в декрете. Но даже когда она выйдет на работу, вряд ли в Шамурше она будет получать больше трёх тысяч рублей в месяц. Сегодня грузовик, на котором пьяный Юрий Захаров врезался в «Волгу», списан и разобран на металлолом. А сам водитель ещё два года проведёт в тюрьме. Брать его на прежнее место работы никто не собирается. О! Только не надо снимать радио, снимаешь уже, да? Дома Захарова ждёт престарелая мать, жена и двое детей, которых в посёлке уже называют детьми-убийцами. Мама говорит, когда вот они как-то вырастут, мне вот по пальцам покажут, по этому, отец вот учитывает. Пальцам уже так показывают, всё. Вот. Я говорю, не надо, у нас ведь тоже дети есть. Детей-то и своих-то начали показывать. У тебя папа-убийца. Но он же спроста не сделал это. Не дай бог, вот вы сами-то за рулём ездите. Поэтому, не дай бог, вот, чтобы вам хорошо ездить. Да, чтобы никого, чтобы такая судьба никого не ждала. Близкие Захарова считают, что им не повезло, что никто не виноват, что это был просто несчастный случай. И переживают за своих детей. За шестерых детей, оставшихся без отца, переживает только их мама, Лариса Ефимова. От того, что я его проклинать или что буду, от этого я мужа, а не бабушку не подниму. Забот о детях столько, что на слёзы и печаль времени нет. Муж к ней уже не вернётся. С этой мыслью Лариса, в отличие от детей, смирилась. Хорошо, что дети есть. Забываюсь. Плохо, когда ночью ложишься спать. Темно. Одна. Ну, ничего не сделаешь. Поможешься Господу Богу. Говоришь, слава Богу, что сама осталась для детей. Убийство на дороге по закону убийством не считается. Только нарушением правил. Хотя как можно сотни килограммов металла, несущиеся на скорости 100 километров в час, не считать смертельным оружием. Особенно в руках пьяного человека. Наталье Фёдоровой было 26 лет. У неё была любимая работа, любимый человек и большие планы на будущее. Весной 2008-го она собиралась замуж, хотела родить ребёнка и устроить собственную фотовыставку. Она погибла 15 января 2008-го года в автомобильной аварии по вине пьяного водителя. Жалко. Потому что... Эта съёмка сделана камерой наблюдения на Садовом кольце, в самом центре Москвы. Огромный внедорожник выезжает на встречную полосу и несётся по ней, пока не сталкивается с такси. Водитель такси Михаил Гаврилов скончался мгновенно. Его пассажирка Наташа Фёдорова жила ещё несколько минут. Бригада скорой помощи спасти её не смогла. За рулём внедорожника был бизнесмен Рустам Хабиров. Его спасла подушка безопасности. Экспертиза на алкоголь зафиксировала. Хабиров выпил как минимум две бутылки водки. После такой дозы человек с трудом может встать со стула, а не то, что сесть за рулём. В Кермалаевском переулке он садился в машину, совершенно пьяный. Он оттуда вываливался. Он сдвинул там припаркованную машину. Он въехал в какой-то мусорный бак. Жильцы дома звонили и вызывали милицию. И никто не приехал. На этих кадрах видно, что автомобиль Хабирова не просто вынесло навстречку. Его внедорожник как танк протаранил садовое кольцо по диагонали. В таком плотном потоке машин он просто не мог не врезаться в кого-нибудь. Убийство было неизбежно. Я сидел в машине, докуривал сигарету и видел, что по встречной полосе летит автомобиль, джип, таха. На приличной бешеной скорости она летела. И вылетая на встречную полосу, она ударила в центр автомобиля, сонаты. Повалил дым, пар, всё это, пролетели осколки. И мимо меня пролетел огромный блок фары от этой машины. Выйдя из машины, я подошёл к сонате. Заглянув туда, я увидел, что водитель погиб практически, по-моему, мне кажется, сразу. И девушка, по-моему, ещё была жива. В тот вечер, 15 января, Наталья Рязанцева с Наташей Фёдоровой ужинали в этом самом ресторане. Они работали вместе, в редакции женского журнала. Чёрный цвет любила, потому что она очень была светлым человеком. Это абсолютно жизнерадостно. Наташка последние несколько лет, она, ну, это вот, называется, человек просто нашёл себя. Когда она занялась фотографией, всем было понятно, что это её, это её призвание. Вы знаете, на самом деле, самой дорогой вещью для Наташки был её фотоаппарат. Даже спустя год Наталье Рязанцевой слишком тяжело вспоминать подробности того вечера. У Наташки садился телефон, я вызвалась заказать такси ей и мне. Они приехали очень быстро, буквально там через пять минут. И мы все вместе вышли, спустились вот сюда, на улицу. Её машина уже стояла, ждала. Мы расцеловались, распрощались. Она отъехала. Буквально минуты через три пришла моя машина, в которую я села. И так же доехали до Арбата, развернулись и потом встали в пробку. У неё телефон сел, батарейка. Она позвонила, говорит, еду домой на такси. Час прошёл, нету, полтора. Начал потом звонить на номер, с которого она последняя звонила. Она говорит, уже давно уехала на такси. Буквально через пять минут на Садовой-Кудринской Наталья Рязанцева увидела аварию. Была груда чего-то непонятного. Мне тогда показалось, машина знакомая. Но только цвет машины, этот серый Hyundai. Естественно, я тогда даже и подумать не могла, я не хотела. Я думала, что Наташка там сейчас умирает. Что-то меня дёрнуло, написала смс. Совсем забыла, что у неё сел телефон. Поэтому, когда я отправила вопрос, ты жила? Звонил в такси. Они говорят, авария произошла. Какие последствия, не знаю. Даль телефону на водителя. Звонил, звонил, там никто трубку не берёт. Наверное, 15 звонил, трубку никто не брал. Потом берёт. Милиционер и говорит, что в машине живых никого нет. Виновника аварии Рустема Хабирова не заключили под стражу. Суд счёл, что убийца двух человек не является социально опасным. И отпустил его под подписку о невыезде. Мне начальник следственного управления просто мне лично сказал, вы называете его убийцей, а он не убийца. Человек просто нарушил правила дорожного движения. Всё это просто несчастный случай. На учёте в наркодиспансере и психоневрологичном диспансере он не состоит. По месту жительства характеризовался положительно. На словах он раскаивался, предпринимал попытки примирения с потерпевшими. Это письмо Хабиров прислал вдове погибшего таксиста Михаила Гаврилова Татьяне. Такое же послание получила мама Натальи Фёдоровой, Елена Городкова. Бизнесмен предложил родственникам погибших компенсацию по 100 тысяч долларов каждой семье. Но с условием, что они не будут иметь к нему больше никаких претензий. Может быть, Елена и Татьяна и приняли бы эти деньги, если бы поверили в искренность раскаяния Хабирова. А на сделку женщины не пошли. Пошла откровенная торговля. Торговля, ну вот нашими, моим ребёнком, Танином мужем, нам ещё и продать хотели. Михаила Гаврилович, вот так. Вот папа. Какой-то я, это всё я. А вот та фотография. Вот это я. После гибели мужа Татьяна осталась с тремя маленькими детьми. Её зарплаты продавца едва хватает на самое необходимое. Но самое трудное было объяснить детям, почему папа больше не приходит домой. Девочки вообще не говорили. Вот мы буквально Елена рассказали, может быть, месяц-два назад. Это тяжело, ребёнку, конечно, это удалось. Сначала смерть папы, потом бабушка у нас умерла. Следствие по этому делу длилось 4 месяца. Всё это время Елена искала очевидцев аварии с помощью прессы и интернета. Она думала, чем более громкую огласку получит дело, тем больше вероятность, что суд вынесет справедливый приговор. Речь прокурора, объективно, она больше похожа была на речь защитника Хабирова. Он на суде говорил, вы чего? Я же вам денег предлагал. Вы чего? Вы что, забыли? Я же вам денег предлагал через адвоката. Как бы деньги никому не нужны, а сам он нужен в колонии. 26 мая 2008 года в Пресненском суде был оглашен приговор Рустаму Хабирову. 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Такой мягкий вердикт родственников погибших поразил. Максимальный срок по части 3 статьи 264 на сегодняшний день составляет 7 лет. И на моей практике 7 лет никому не давали. Колония-поселение – это не совсем тюрьма. Или даже совсем не тюрьма. Заключенные могут жить на территории поселения с семьями, свободно выходить на волю, а с разрешения администрации и вовсе жить на свободе. Лишь бы отмечались вовремя. Мы решили убедиться, что осужденные находятся в колонии. Алло, здравствуйте. Это колония-поселение? Да. У вас должен отбывать наказание Хабиров Рустем Насихович. Мне сказали, что он у вас. Даже если он у нас, у нас... Ну, он сегодня там будет или как? Наверное, скорее всего здесь. То есть администрация колонии не уверена, что осужденный на месте. И где он – неизвестно. Так что уже сегодня Хабирова вполне можно встретить на улицах Москвы. Да, он лишен прав, но где гарантии, что любитель быстрой езды вновь не напьется и не решит, что ему море по колено? Я знаю только одно, что когда человек пьяным садится за руль, он будет садиться за него всегда. В тот вечер Павел ждал Наташу Федорову у себя дома. Они с Наташей уже считали дни до предстоящей свадьбы. А ради будущего малыша Наташа бросила курить. И даже в ресторане пила только морковный сок. Строили планы, все люди, детей хотели. В путешествии съездили большое. В общем, вроде все хорошо было, все наложилось. Татьяна Гаврилова вместе с Еленой Городковой до сих пор ходят по судебным инстанциям вместе. Уже год вдова погибшего таксиста пытается добиться законной компенсации. Пока безрезультатно. Друзья и коллеги Наташи Федоровой вместе с ее мамой собираются организовать выставку ее фоторабот. То, о которой мечтала сама Наташа. В тот момент, когда пьяный садится за руль, автомобиль уже не средство повышенной опасности. Это уже орудие убийства. Но нет вот таких людей ни совести, ни чести, на мой взгляд. Не знаю, какое культурное слово. Человеком его вряд ли можно назвать. Скот. Скот. Пьяный скот. Надежды на русский овозь. Вот все, что есть у пьяного водителя. Несмотря на сводки дорожных происшествий. Несмотря на милицию на улицах. Водители упорно продолжают садиться за руль пьяными. Искренне веря в то, что ничего криминального не случится. Все под контролем. Доеду без происшествий. Не забывайте, что под воздействием алкоголя поведение человека меняется. Операция нетрезвый водитель. У сотрудников ГИБДД можно сказать каждый день. Остановить пьяного за рулем – это не просто выполнить служебную задачу. Это значит предотвратить аварию. Спасти чью-то жизнь. И это не красивые слова. А реальность дорожной ситуации. Андрея Антипова остановили в час ночи. То, что он пьян, видно сразу. Куда он ехал, зачем – не помню. Убери камеру, я сейчас его разобрал. Да, убери. Проси, чтобы убрать. Я тут совершенно другая камера. Я понимаю, что… Давай, давай. Знаешь, ты что, не понимаешь? Ты что, не понимаешь? Только мне надо дать много. Сколько? Два литра выпить. На, сейчас права заберу. Что будешь делать? Мои права, а у меня их нет. А их не правы. Я могу прямо сейчас сказать, что я употреблял. Вот это очень важно. Сейчас камеру юбить, я ее, короче, разобрал. По содержанию, у вас 0,482 промилы. Дело Антипова передадут в суд, который наверняка лишит водителя прав. По милицейской классификации пьяный Антипов из самой опасной категории водителей. Водители, которые просто на рове просто безбашенные, да, которые вот пьют и пьют. И пусть этого еще садятся и спокойно едут, причем не задумываясь ни о чем. Это совсем не рождественская история. Хотя случилась она как раз на Рождество, в январе 2008 года в Казани. Ее можно было бы рассказать как авантюрный сюжет, если бы не трагический финал. Трое молодых людей, Илья, Павел и Дмитрий, отмечали праздник по-взрослому. Каждый выпил минимум по бутылке водки. Потом ребятам стало скучно. Они решили погонять по городу на иномарке. Вот здесь, на окраине Казани, на улице Литвинова, черный форт, за рулем которого сидел Илья Леонтьев, сбил человека. Вызвать скорую ГАИ пьяные экстремалы побоялись. Они решили скрыться с места происшествия. К счастью, прохожий, который Ваня сбили, отделался легкими ушибами. Но об этом преступники не знали. Как не знали о том, что этот самый пешеход сообщил о происшествии в ГАИ. Внимание всем постам, внимание всем постам. На улице Литвинова совершил наезд. С места скрылся форт-фокус черного цвета, форт-фокус черный. Гост номера неизвестна, гост номера неизвестна. Уехал в неизвестном направлении. Стояли на горшосе, работали на скорость. Нарушения выявляли обычные. Приехал, проверялся командир батальона. И как раз информация пошла по рации про этот форт. Был объявлен план перехвата. Но водители пассажиры форда решили уйти от погони. Им все еще казалось, что это игра. Водитель, что и сил, давил на педаль газа. За фордом гнались машины ДПС, но их мощности не хватало, чтобы догнать иномарку преступников. К погоне подключился еще один экипаж. Мы поехали навстречу. Мы же маршрут знаем примерно, куда едет машина. Навстречу поехали, и он как раз там навстречу выезжает. Потому что когда машина едет быстро, ее сразу видно, что неадекватный человек себя ведет. Лейтенант Фанни Скалимулин загнал нарушителей в тупик на улице Слободской. Форт наконец остановился. Из него с трудом вышли трое. Но, как оказалось, сдаваться они не собирались. Примерно так вот в этом месте они на меня, значит, троем накинулись. Вот тут мы боролись. Сюда, туда, вот. Машина стояла, напарник. Напарник вот так около машины с рацией, значит, передавал другим постам на помощь, чтобы вызвали. Водитель Форда Илья Леонтьев умудрился выхватить у милиционера пистолет. Вряд ли он понимал, что делал. И все, и вот так вот было делал. Вот он стрелял в этот момент. Вот так вот. Руки я вниз его клоню, 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 он стреляет, стреляет, вот и попал мне. Видать, вот этим движением. Вот так вот. Стрелял и попал. Преступник выстрелил четыре раза. Две пули попали в ногу Вадима. Гаранин упал. А мне напарник крикнул просто, что у них оружие отобрали. Вы достали. Я после этого достал пистолет. Свой табельный. И... Сделал курорт. Предупредительных два. Да, два предупредительных вверх сделала. Они не реагировали. Уже прозвучали выстрелы. Опять два выстрела сделал. Предупредительным. После этого уже напарник сказал, что меня ранено. Стреляй на поражение. У Фаниса Калимулина до сих пор дрожат руки, когда он показывает, как это было. Стрелять в человека непросто. Но только так он мог спасти своего напарника от смерти. Они уже упали наземно. После этого я начал уже стрелять на поражение. Подходя ближе. Чтобы не попасть в напарника. Второй выстрел милиционера оказался смертельным. Леонтьев остался лежать на снегу. Двое других нарушителей подняли руки. Через 10 минут раненого Гаранина доставили в больницу. На скорую помощь привезли. Вот в эту дверь занесли. Тут меня врачи встретили. Дежурные, хирурги. Тоже ночью Вадима прооперировали. Но с первого раза одну из пули извлечь не удалось. Она застряла в мышечной ткани. Пришлось оперировать повторно. Родители милиционеров узнали о перестрелке из новостей. Инспекторы ничего не сказали своим родным о происшествии. Пора работы никогда не рассказывать. Все нормально? Нормально у нас. Нас не хочет? Да. А мы это... Наверное, нас расстраивать не хочет, наверное. Если честно, отец у меня плакал, когда позвонил мне по телефону. Я в больнице лежал. Как ты сегодня отработал, Вадим? Нормально? Много у тебя было сегодня? Случаев ДТП-то? Каждый день бывает. Каждый день бывает? Мама Вадима считает чудом то, что сын остался жив. Сам лейтенант Гаранин в чудеса не верит. Верит в дружбу и профессионализм. Так, это мои обязанности. Я знал, куда шел и зачем шел работать. Конечно, переживаний было очень много. Сильный стресс был. Конечно, когда твой ребенок... Твоего ребенка стреляли, это... Переживания уже не передать, конечно. Случай, происшедший с Калимулиным и с Гаранином, не является обыденным, но он показывает то, что нетрезвый водитель неадекватно реагирует на самую обычную дорожную ситуацию, которая попадает и, соответственно, может привести к плачевным результатам. Следователи доказали, что милиционеры не превысили своих служебных полномочий. Единственное, что для следствия остается непонятным, это вот именно Леонтьев действие. В связи с чем? То есть он решился на такой шаг взять пистолет, завладеть, то есть стабильным оружием и причинить смерть именно сотруднику ГИБДД. Если бы стрелявший в Гаранина Леонтьев остался жив, ему грозило бы пожизненное заключение. Пассажирам Форда, Павлу Агееву и Дмитрию Яковенко, несмотря на нападение на милиционера, суд дал условный срок. Сегодня они живут по прежним адресам. Но общаться с журналистами преступники наотрез отказываются. Раскаиваться они, похоже, не собираются, а гордиться им нечем. Праздник, вечеринка, гонки по городу, наезд на пешехода, побег по городу. Гоня, перестрелка, смерть. Этой цепочке безумных событий не случилось бы, если бы пьяная троица не села в машину. Только сумасшедший человек может безо всякой причины стрелять в милиционера и сам встать под пулю. Или смертельно пьяный. Если от выпитого алкоголя он потерял не только скорость реакции, но и голос разума. Когда человек за рулем, его адекватная реакция – это главное. Скорость реакции – это скорость принятия решения. А значит, здоровье и жизнь участников дорожного движения. Мы проводим эксперимент. В Московском автодорожном институте на кафедре организации безопасного движения. Цель эксперимента – показать, насколько снизится скорость реакции у выпившего человека. Испытуемый – Михаил. Водитель с 8-летним стажем. За компьютером он должен отреагировать на появление желтого квадрата на мониторе. Простым нажатием клавиши. Первый подход – 50 попыток. В организме Михаила ни капли алкоголя. За час до второго подхода Михаил выпивает 200 граммов водки. Это много – около 2 промилле. Но именно эту дозу по статистике ГИБДД чаще всего и определяют у пьяных водителей. Разница, конечно, будет. Да, но ощутимой какой-то вот такой вот неуверенности в себе, да, у меня нет сейчас. Ну и 100 уже чувствуется. Ну, вот с утра не ел, поэтому язык уже залепетывается немножко. Давайте выпьем. Эксперимент продолжается. Те же 50 попыток, только состояние другое. Результат эксперимента – скорость реакции Михаила стала в два раза ниже. Если доли секунд перевести в метры на дороге, то вот что получится. Представим. Автомобиль едет со скоростью 90 км в час. И за 40 метров водитель замечает человека на переходе. Если водитель был бы пьян, он нажал бы на тормоз на 1,3 секунды позже. Но за эту лишнюю секунду автомобиль пролетит лишних 32 метра. И у пешехода не будет ни единого шанса спастись. Я никогда в жизни теперь уже со справкой в руке, как это говорится, я никогда в жизни не позволю себе сесть за руль пьяным, потому что, ну, да, результаты плачевные. Сегодня 29-летний Юрий Плясов уже может сидеть, двигать руками и немного ногами. Правда, разговаривает он еще с трудом и еще не научился ходить. С февраля 2006 года Юра прикован к постели. Виновник его тяжелейшей травмы – пьяный водитель. Владя, не вон я. Травма черепно-мозговая травма, задет ствол мозга, множественное кровоизлияние, перспективы никакой. Фактически травма несовместима с жизнью. Ну-ка, подтянись. Раз. Молодец. Вниз. Еще раз. Раз. Молодец. Молодец. Последняя радость родителей Юры – он хоть и с их помощью, но научился сам чистить зубы. Руки еще не очень слушаются, но это очередная победа над болезнью. Вот таким Юра Плясов был до аварии. Очень любил рисовать. Сегодня о том, чтобы снова взять в руки кисть, Юра только мечтает. Рано утром Плясовы едут в институт Бурденко на очередное обследование. Сейчас ты обними меня. Обними меня. Я не могу сказать, что я обними. Там, наверное, эти ноги надо брать сбоку. Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Привет. Как ты поживаешь? Нормально. Нормально? Да, как же. Заезжайте, пожалуйста. Саму аварию Юра не помнит. Самый страшный день его жизни просто вычеркнут из памяти. А было все так. Трое молодых людей возвращались под утро с дискотеки. На машине. Водитель, друг Плясов, Александр Целябин, всю ночь выпивал, но почему-то именно он сел за руль. Сам Юра был абсолютно трезв, но почему-то не подумал, что может случиться на дороге. Почему-то не убедил приятеля не ехать в таком виде. В семь часов утра на трассе Владимир-Москва машина выехала навстречу и на полном ходу врезалась в КамАЗ. Мне позвонили из больницы. Сказали, что Юра лежит в больнице, город Собинки, в реанимации. И если я к утру не приеду, значит, просто он умрет, так как там нет никаких лекарств. В результате страшной аварии двое пассажиров легковушки стали инвалидами. Пьяный водитель Александр Целябин отделался легкими ушибами. Плясовы пытались всеми силами спасти жизнь своего сына. Целябины пытались спасти своего. От тюрьмы. Его мама нам звонила чуть ли не каждый день. Узнавала, как Юра, как Юра. Потом к нам приехал из Собинки следователь и родственник Целябина. И, в общем-то, они здесь начали меня фактически обрабатывать, чтобы я простила этого Целябина. Если его посадят, вы от этого ничего не будете иметь. А вот если вы его простите, мы будем вам материально помогать. Я написала, значит, что я такая-то, такая-то, примиряюсь с Целябином и претензий к нему никаких не предъявляю. Вот то, что мне диктовал следователь, то я написала, это, конечно, была моя ошибка. После примирения Целябина стали выплачивать Людмиле Владимировне ежемесячно по две тысячи рублей на лечение Юры. Этого не хватало, но это были хоть какие-то деньги. Полтора-два года мы фактически тратили на его лечение 10 тысяч. То есть 6 тысяч у нас шло на лекарства от судорог и остальные еще лекарства, которые назначал нам из Бурденко, вот, Зайцев. То есть они по жизненной необходимости уже, то есть без них он не сможет. Суд учел примирение сторон и вынес Целябину приговор. Два года условно. Сразу после суда Целябина как подменили. Больше плясовы не получили ни копейки. Крепкая мужская дружба закончилась. Все, после суда ни одного звонка не было. Вот полтора года он в Склифе был, в Бурденко. Ни разу больше никто не позвонил и не поинтересовался, как Юра, нужна ли какая помощь. Юру Плясова спасли врачей Института имени Бурденко. Они совершили чудо. В 2008 ему сделали сложнейшую операцию на головном мозге. И буквально через несколько недель прикованный к постели парень пошел на поправку. Сегодня Юра еще не восстановил зрение. У него еще есть проблемы с речью. Есть проблемы с движениями. Юра, попробуй руки подними, пожалуйста. Да, руки подними. А ноги? Ты не можешь сам самостоятельно ходить? Не можешь? К сожалению, безусловно, последствия тяжелой травмы, они остаются. И остаются очень надолго. Безусловно, к своему исходному статусу он не вернется. Сейчас Юре нужна трехмесячная реабилитация, которая поможет ему научиться ходить. Месяц таких процедур стоит 200 тысяч рублей. Таких денег у его родителей-пенсионеров нет. Поэтому Плясовы обратились в суд с иском к Целябину. Они хотят, чтобы виновник их трагедии наконец-то начал платить по счетам. Но бывший приятель сына просто пропал. Его никто не может найти. Он не является на судебные заседания. Я полагаю, что единственным оправданием для этого только то, что он не может смотреть в глаза матери покалеченного им молодого человека. Юрий Плясов в институте Бурденко не единственный пациент, искалеченный по вине пьяного водителя. Юля больных приехала с мамой из Свердловской области. Из-за пьяного водителя девушка получила серьезную травму головой. Врачи пытаются восстановить ее лицо с помощью титановых пластин. Юле предстоит еще пять операций. Я увидела себя после аварии. У меня еще полностью сознание такое было мутное. Я думаю, ой, лежу в больнице, страшно. Я сказала, что это со мной было. Ой, страшнее Фредди Крюгера. Думаю, раз в больнице лежу, поправят. То есть я еще не осознавала, когда первый раз себя видела, что со мной на самом деле произошло. Ее история похожа на историю Юры. Виновный в аварии водитель получил полтора года условно. Суд обязал его выплатить Юле 300 тысяч рублей. Он заплатил только пять. Когда у тебя ребенок из красавицы, здорового человека, превращается вот в совершенно... Это страшно. После аварии Юля потеряла престижную работу в банке. От нее отвернулись многие знакомые. Трагедия заставила девушку по-другому посмотреть на жизнь. Ну, мне такая внешность тоже во многом в жизни помогла. Я разобралась в людях во многих. Жизнь увидела с другой стороны абсолютно. Повзрослела я этим тем самым. Ну, тяжело. Очень тяжело. Родители Юры Плясова не теряют надежды и верят, что у их сына есть будущее. На рыбалку куда ездили с тобой? Во многих местах. Во многих? Какую рыбу ловил? Кротей ловили, бодили. А пойдем на рыбалку? Выздоровеешь? Пойдем на рыбалку? Обязательно. Вот и удочки у нас. На рыбалку пойдем. Так что хорошо, сыночек. Хорошо. Пойдем обязательно с тобой на рыбалку. Можно на охоту? Не, на охоту мы не пойдем. А вот на рыбалку пойдем. А сам Юра верит, что будет ходить и рисовать. И еще он знает, что пьянство не только ломает человеческие жизни, но и может разрушить дружбу. Хотя с Александром Целябином он бы встретился. Я придет и делаю пьян, таким же, каким я бы давали. В июле 2008 года вступили в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Впервые в нашей стране водителям законно разрешили садиться за руль, что называется, немного под шафе. Немного это, когда алкоголя в крови 0,3 промилле. Многие водители решили этим воспользоваться. А милиционеры и медики уже устали повторять. Пресловутые 0,3 промилле условная величина. Опьянение зависит от сотни факторов. И пьяным за руль нельзя садиться ни в коем случае. Московская наркологическая больница номер 17. Цель эксперимента понять, как влияет одна и та же доза алкоголя на разных по комплекции, возрасту и полу людей. В лаборатории медики готовят раствор спирта. В пересчете 200 граммов водки на каждого. Напоминаем, это самая распространенная в России доза спиртного. Эксперимент будет длиться 5 часов, чтобы специалисты могли проследить, как они говорят, динамику опьянения. И понять, за сколько времени протрезвеет каждый испытуемый. В моей практике был один такой юноша, у которого алкоголь практически не выводился. Вот это как раз тот случай. Девушка и алкоголь не выводятся. Прошло 5 часов. Компьютер выдает конечный результат. Наибольший уровень опьянения был у Лили. 2,4 промилля. У Владимира 1,3. У Павла самого крупного чуть меньше единицы. Хотя напоминаем, допустимая для водителя норма алкоголя в крови всего 0,3 промилля. Подведем итоги. Первое. На каждого человека алкоголь действует по-разному. Второе. И трезвеет каждый по-разному. У некоторых людей алкоголь выводится из организма крайне медленно. И третье. Содержание жидкости в организме у женщин меньше, чем у мужчин. Поэтому доза спиртного действует на ДАМ сильнее. Я, честно говоря, в шоке, потому что еще 2 часа назад я думала, что в общем тоже можно садиться за руль. И результаты тестов меня просто шокировали. Я и сейчас себя чувствую абсолютно трезвую в состоянии сесть за руль. Но то, что показывает прибор, ну это поразительно просто. И все же закон стал суровее. С 2008 года за управление автомобилем в пьяном виде водитель практически без вариантов лишается прав. Подверглась его административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 8 месяцев. А если пьяный водитель отказывается от освидетельствования или уже был лишен прав, судья может его арестовать на 15 суток. Кто водитель? Вы? Ну, за что лишили? Меня? За пьянку, да. Обыкновенная, русская, за что, да? За пьянку. Строгое наказание – действенная мера. Для закона послушного гражданина. Но, к сожалению, есть и другие. Никто не мешает пьяному отморозку даже без прав сесть за руль и на бешеной скорости погонять по городу. И значит, от трагедии на улице никто не застрахован. Так мчался к своему золоту на финише 30-километровой гонки наш Алексей Прокуроров. Он ушел со старта 28-ми. За спиной были еще 63 гонщика с десяток олимпийских и мировых чемпионов. 10 октября 2008 года погиб житель города Владимира, олимпийский чемпион, старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Алексей Прокуроров. Он спешил на поезд до Москвы, но не дошел до вокзала всего 200 метров. Вот на этом перекрестке его сбил пьяный водитель. Прокуроров даже не успел ступить на проезжую часть. Смертельный удар он получил прямо на облачине. Мы вчера билет купили вместе. Он должен ехать в Москву. У него сейчас команда находится в Москве на диспансеризации. Они только недавно, сутки назад вернулись с Австрии. Скорая помощь подъехала буквально через 5 минут после аварии, но спасти чемпиона не удалось. Пострадавший лежал на обочине дороги, на левом боку, и когда его перевернули, левая половина черепа лица была деформирована. Смерть констатировали до приезда. Из-за руля «Жигулей» инспектора ДПС вытащили пьяного водителя. Он находился в таком состоянии, что не понимал ни где он, ни что случилось. Его сразу же взяли под стражу. Когда наша съемочная группа приехала, на месте происшествия тела уже не было. Его увезли. Была машина, которая совершила наезд на Алексея Прокуророва. Она ехала со стороны вот этой улицы, спускалась немножко с горки. И вот именно на этом перекрестке и произошло происшествие. Потому что автомобиль, вот если вы видите, там в заборе до сих пор остался пролом, то есть автомобиль почти в случайности проскочил буквально, по-моему, в трех или четырех сантиметрах от фонарного столба. Я даже не могу сказать, какая это потеря. Для нас она невосполнима в федерации. Мы с юниорского возраста были вместе в сборной команде. Очень хорошо друг друга знали. И многое нас связывает. Поэтому просто не укладывается в голове, конечно. Лазутина. Она вот к нам подходила. Владимир, это как хорошо выглядит. Она уж лежит. Алексею прокурору было всего 44 года. И у него были большие планы на жизнь. Он мечтал научить сына кататься на лыжах. Больше не будешь падать? А я лыжа, какие узлы. Лыжи. 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 Лыжи, как бы все на лыжах, но на лыжи жалуются. Лыжи. Так и вы, да? Давай, давай, шагай. Лыжи, плащи. Лыжи, плащи, когда. Нет. Лыжи не толкаются, тогда они будут, что их выжать. Лыжи, бац. Лыжи, как дачи летят. Он хотел помочь отцу отремонтировать бабушкин дом. Все время вот приезжает на перерыв, там, когда у них между сборами, там, недели, дней пять. Он каждое утро собирается, сделается, значит, сюда, вдалеке, бежит, там, где-то километров по 70, по 60. Он должен был подготовить российскую сборную к Кубку мира. Все рухнуло в одну минуту. Вот из-за этого человека, который выпил бутылку водки и решил прокатиться на машине. И у которого даже мысли в голове не возникало, что из-за него может погибнуть человек. Водитель Моцоро не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на правую походу своего движения обочину, где совершил наезд на пешехода прокуророва. 23-летнего жителя Владимира Юрия Моцоро уже 4 раза задерживали пьяным на дороге. На момент аварии Моцоро был лишен водительских прав. Ни страх, ни разум его не остановили. Моцоро думал только об одном – где бы еще выпить? У него было 3 промилле в крови на один спирт к алкоголю. Это сильная степень алкогольного опьянения. И он ехал с другом для того, чтобы купить водки на вокзал. Представляете? То есть это человек, которому, ну, это вот попался наш спортсмен. А будет там ребенок, кто-то угодно. Это убийца, по сути. В декабре 2008 года впервые за много лет российская сборная по лыжным гонкам отправилась на Кубок мира без Алексея Прокуророва. Виновник его гибели Юрий Моцоро встретил Новый год в тюрьме. Там он не выпьет ни капли алкоголя и не сядет за руку. За решеткой Моцоро проведет 5 лет. В колонии общего режима. Такой переговор вынес ему 27 января 2009 года Октябрьский суд города Владимира. Моцоро крикнул Дубровину, Серега, надо бежать. Признать Моцоро Юрия Викторовича виновным в совершении преступления. Моцоро, поверните сюда. Внимательно. Порядок обжалований вам понятен? Понятен мне, все понятно. Попасть в ДТП, попасть в беду. Виновный в аварии водитель – преступник. Пьяный водитель – преступник вдвойне. Предотвратить убийство на дорогах может только жесткость закона. В 2008 погибших в пьянах ДТП стало меньше, чем год назад. На 170 человек. И закон будет еще жестче. 4 февраля 2009 года Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс. Пьяным виновникам аварии будет грозить больший тюремный срок, чем трезвым. От 3 до 9 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова